итак приветствую вас всех на своем канале вязание статьяной девочки если вы со мной еще не знакомы то давайте знакомиться ну я знаю что уже многие меня знают я рада что вы остаетесь со мной и сегодняшнее мое включение будет посвящено тому что я хочу освежить обновить информацию по закупкам которую которые я веду в общем то это видео и именно для этого и я снимаю для того чтобы рассказать новичкам которые приходят ко мне в группу и еще не в курсе о том как проходит мои закупки значит у меня есть несколько закупок что это значит все закупки проходят в закрытой группе вконтакте для того чтобы туда попасть вы заходите подаете заявку на вступление в группу я вас принимаю и вы можете с нами принимать участие мы приобретаем по оптовым ценам пряжу спицы вот значит у меня есть несколько поставщиков пряжи пряжа урала пряжа с краснодара и пряжи которую я вожу со склада плюс у меня есть итальянская пряжа и спицы и так давайте по порядку значит сейчас январь месяц я в отпуске и на время моего отпуска я самостоятельно езжу на склад то есть со склада я привожу пряжу под заказ которого у меня просите и беру что-то на наличие в общем то чтобы меня было и из папочки наличие вы забираете эту пряжу но значит так будет не всегда соответственно я феврале выхожу на работу из отпуска и собственно дальше с февраля месяца начиная все закупки переходят опять тот же режим в котором они были значит полу пряжи уралу по пряжи с краснодара по итальянской пряжи по спицам условия закупки какие мы собираем сумму для заказа я отправляю счет то есть вы заказами скидываете я все фиксирую отправляю поставщику поставщик подтверждает мне наличие и я вам делаю рассылку в личном сообщении значит напоминаю что у меня нет помощников никаких то есть сообщение вы можете получить только от меня в личном сообщении значит после того как поставщик подтверждает наличие я делаю всем рассылку в личном сообщении как я уже сказала где я пишу весь заказ подтвердился не весь заказ подтвердился вот и даю реквизиты на оплату значит у нас стопроцентная предоплата то есть соответственно счет не подтвердили я вам скинула вы его оплатили оплатили все собрали средства оплачиваю счет и ждем уже наш заказ когда его к нам отправит поставщик поставщик отправляет заказы практически на следующий день после оплаты то что касается пряжи урала и краснодара ну примерно средний срок ожидания заказа ко мне где-то неделя то есть дальше после того как я получила ваш заказ я делаю обзор обзор по пряжи иногда не делаю и уже формирую ваши заказы на отправку соответственно если у меня есть ваш адрес я сразу считаю почтовые вам если нет адреса вы мне его скидываете и присылаете я рассчитываю почтовое отправление почтовое отправление вы также оплачиваете перед тем как я вам отправила что еще выкупается пряжа только упаковками не по моточку вы знаете у меня нет возможности хранить дома 555 моточков разнообразной пряжи поэтому у нас все идет только упаковками дальше что собственно все я на что хотела сделать акцент делая заказ и рассчитывайте пожалуйста сроки чтобы потом вы мне не писали почему так долго почему то почему все тоже касается и спиц значит объявляется день стопы например там с 1 по 10 сбор заказов с 1 по 10 собираем заказы 11 числа я утром отправляю поставщику наш заказ он не подтверждает наличие я вам отправляют соответственно в личном сообщении о том что ваш заказ подтвержден полностью или не полностью также стопроцентная оплата и когда мы привозим спицы вы помимо того что и платите за спицы вы еще оплачиваете доставку от поставщика ко мне средняя стоимость доставки я ее делю на всех участников ну где-то получается 150-190 рублей с человека вот потому что доставка из другой страны достаточно дело не дешево если честно потому что я плачу более 4000 рублей сейчас только за одну доставку плюс идет конвертация когда я денежки оплачиваю я плачу конвертацию за перевод рублей в другую валюту то есть там тоже порядка трех тысяч я оплачиваю это поэтому девочки оплачиваем доставку соответственно в цене спиц опять же для того чтобы не было вопросов дальше что еще какие нюансы для того чтобы сделать заказ вы выбираете определенный вид пряжи пишите мне в сообщении хочу там вита бриллиантом 5501 там alize cotton gold 5502 я условно говорю да вот одна упаковка две упаковки соответственно указывает сколько упаковок сколько какие цвета дальше отложить насчет отложить отложить заказ можно если вы ждете что-то еще и другой моей закупки без проблем значит то что касается закупки по поездке на склад тут тоже также можно откладывать соответственно вы выбираете из наличия из папки я вам подтверждаю его наличие и вы оплачиваете в течение трех дней если ваш заказ то что вы не подтвердили мне не дали обратную связь и не проплатили соответственно ваш заказ я расформировала и он доставляется дальше в наличии или отдается следующим участникам то есть это не касается тех кто со мной давно и кто мне пишет какие-то определенные моменты я все это помню и я вот это именно информацию говорю для новеньких для людей которые еще не знают как действуют совместные закупки просто иногда бывает такое что на выбирают из наличия а потом пишут извините я могу там оплатить там после дождичка в четверг да но я что тут хочу сказать такого к сожалению не будет если вы сделали заказ то будьте добры уже его оплатить потому что я езжу на склад и вкладываю свои средства я не беру предоплату за это вот и поэтому деньги должны работать то есть не лежать они мертвым грузом в пряже поэтому делая заказ рассчитывайте пожалуйста свои возможности так что еще и ресортов пряжи не бывает то что вы видите заказали то вам и придет если что-то вдруг поставщик мне напутал я естественно вам об этом сообщаю там спрашиваю а нужно ли вам такая пряжа нужно ли вам такая расцветка то есть ну как-то так обо всех этих нюансах мы с вами разговариваем нужно значит забираете не нужно значит не забираете после того как заказ отправлен поставщику на склад и он мне уже сделал подтверждение того что есть это все в наличии отказаться от заказа нельзя то есть если вы исчезаете пропадаете по каким-то причинам передумали и мнение об этом не сообщаете я вас заношу в черный список тем самым вы подставляете и себя то есть вам то может быть все равно да потому что сколько людей здесь очень много людей вот мне вы представляете еще первую очередь и меня и остальных участников которые сидят и ждут когда вы оплатите заказ то есть соответственно я за поставщику отправляют денежки после того как вы все оплатили я могу оплатить своими средствами но это на опять же на моем усмотрении было бы у меня денежная бочка такая я бы конечно все оба оплачивала но вы извините опять же я скажу что если вы выбрали пряжу для себя потом исчезли после того как мне поставщик подтвердил и не оплатили мне ваши пряжи не нужно если мне будет нужна пряжа я закажу себе и привезу себе то что мне нужно и не хочу брать вашу пряжу которую выбирали для себя для личного использования ну как то вот так я хочу сказать если вас устраивает девочки такие условия то конечно же заходите присоединяйтесь к нам если не устраивает вас так такие условия то но извините да по-другому не будет никак вот в общем то наверное все значит самое главное то что выбираете заказываете стопроцентная предоплата на предоплата на карту сбербанка и опять же я уже здесь скажу когда вы делаете перевод на карту сбербанка не надо оставлять комментарии при переводе ну потому что не нужно делать я думаю все взрослые люди и понимают почему это не надо делать все в общем то наверное на этом все если есть какие-то вопросы то что касается закупок задавайте заходите в группу задавайте все такие вопросы к где посмотреть на ю тубе я на такие вопросы не отвечаю есть у меня для этого групп вконтакте заходите будем там общаться и разговаривать наверное на этом все основное я все сказала поэтому заходите выбирайте да то что я еще хотела дополнить я работаю ну по крайней мере меня пока опыт был работать только по россии другие страны я не отправляла если туда доставляет сдэк или почта россии то конечно я вам отправлю значит то что касается сдэка вот хорошо что я затронула эту тему я живу в московской области то есть я не живу в москве москву я не езжу если я езжу туда это очень редко я езжу по каким-то делам заказами по москве я носиться не буду и я сдэк когда вы заказываете сдэк отправляю из московской области то есть учитывайте чтобы потом вы были не удивлены что у вас сдэк выставил вам огромный огромный счет на доставку я не знаю по какой причине из московской области в москву это стоит дороже но дороже получается чем почта поэтому тут я ничего не могу сделать и соответственно ездить в москву отправлять эти заказы я не буду то есть либо сдэк но учитывайте эти нюансы либо почта все по-другому у меня никак не получится более я когда выхожу на работу у меня со временем вообще ограничено все вот теперь точно на этом все всем спасибо за просмотр надеюсь что вы меня услышите все вопросы на свои ответы вы найдете в этом видео ну и давайте жить дружно как говорится и все будет хорошо все все надолго не прощаюсь и всем пока пока да девочки я еще забыла сказать значит если вы выбираете на сайте то соответственно к цене сайта мы прибавляем 17 процентов это и будет окончательной стоимость за вашу упаковку пряжи 15 процентов оргсбор и 2 процента за транспортную доставку все больше дополнения не будет если будут вопросы я уже вам отвечу сообщение